Теорема. Энтропия никогда не бывает больше, чем. Если у нас есть вероятность на это пространство, в котором нет точек, то энтропия не больше, чем логарифм м. То есть, если все вероятности одинаковые, то в таком случае тропия максимальная. Если хотя бы чуть-чуть сдвинуть, то в таком случае уже ничего не получится. Господа, для того, чтобы это сделать, на самом деле, самый простой способ воспользоваться замечательной теоремой, которая называется неравенство Генсона. Кто-нибудь из вас слышал такое понятие выпуклая функция? Если у вас есть какая-то функция, про которую вы знаете, что ее график выпуклый вверх. Представили? И у вас на графике есть несколько точек. Представьте себе вот эта вот точка x1, x2, x3, вот эта вот точка x4. То, где расположен центр тяжести этих точек? Что надо сделать, чтобы найти центр тяжести? Это очень просто. Надо найти средний альфиметический абсцисс и средний альфиметический аординат. Правда? И он будет где-то вот здесь, правильно? Ну, где-то внутри многоугольника. Главное, он будет ниже графика. Вот это и есть неравенство о выпуклых функциях. Или неравенство Генсона. Как это записать в формулу? Это очень просто. Функция, вот это узло функции, и это равняется от этой альфиметической. Которую мы вычисляем в точке x1, x2, x3, x4, делить на 4. Это называется средний альфиметический. Больше, чем вот это, чем средний альфиметический. Чем f от x1 плюс f от x2 плюс f от x3, понимаете, да? Плюс f от x4 разделить на 4. Общая идея. Центр тяжести. Если мы с вами рассматриваем несколько точек на графике функции выпуклых вверх, то в таком случае у нас с вами получается, у нас с вами получается, что центр тяжести расположен в код. Каким образом это можно использовать для, что называется, наших нужд? Потому что я хочу, чтобы энтропия была бы не больше, чем в лагонях. А давайте посмотрим. Я должен рассмотреть какую-нибудь выпуклую функцию. Так. Ну, господа, в качестве функции самое разумное это использовать вот это. Я рассматриваю функцию. y равняется логарифм. Я рассматриваю такой график. Я его уже рисовал. Выглядит он примерно так, правильно? y равняется логарифм 2х делится. И есть такие интересные точки. Единица делить на p1. Единица делить на p2. Я не знаю, как эти числа между собой были расположены. Какое из них было больше, какое меньше. Ну, какие-то, какие-то вот эти точки. Они все больше единицы. Потому что все числа p были меньше единицы. А все единицы делить, они, конечно, больше. И, господа, смотрите, на графике есть точки. На графике есть точки. И у этих точек есть что? Затовтяжки. Чем я вас сейчас обманываю? Я не доказал, что функция логарифм выпукла. Ну, ребята, сейчас просто совсем не время. А главное, что это стандартная тема матанализа, которая, вероятность к этому не имеет никакого отношения. Просто вот запомните, что есть такая штука, как то, что логарифм, это выпуклая функция. Замечательно. Так вот, смотрите, в чем идея. Я сейчас возьму не просто среднее альфметическое. Что такое среднее альфметическое? Это когда они все с одним и тем же весом. А я возьму вот эту точку с массой p1. Эту с массой, вот эту, с массой p3. Эту с массой p1. Каждую точку я возьму с соответствующей массой. Сумма масс тогда будет чему равна? Единицы. Когда у вас есть несколько точек с какими-то массами, как искать центр тяжести? Очень просто. Надо по абсциссии каждую абсциссу умножить на эту самую массу. Все это сложить, разделить на сумму масс. Каждую абсциссу умножаем на массу. Что получается? Единицы получается. Складываем, получается m. Делим на сумму масс, на сумму p2 плюс 2. То есть на единицу делим. И получается, что по абсциссе центр тяжести – это просто-напросто число m. Абсцисса – это m. Отлично. Так, а здесь у нас что будет? Соответственно, логарифм двоичный m. Так? Значит, значение функции – это логарифм двоичный m. Отлично. А он больше чего? Он больше, чем ордината центра тяжести. Отлично. А как считать ордината центра тяжести? Надо каждый из этих отрезков… Его длина – это логарифм единицы делить на p соответствующая. Умножить на массу. Ну, замечательно. Значит, надо взять p1 умножить на логарифм единицы делить на p1. Плюс p2 умножить на логарифм единицы делить на p2. Плюс и так далее. Плюс pm – логарифм единицы делить на pm. Ну, вот и что. А равенство – это в случае, если все эти точки абсолютно совпали. Ну, то есть как раз когда все p равны 1 m. Так. И теперь все поняли? Таким образом, среди всех являетных пространств наибольшую терапию имеет то, в котором все вероятности одинаковые по одной m.